Эти страшные кадры обрушения дома на Ясной 10 появились в сети совсем недавно. Жильцы дома до сих пор с ужасом вспоминают ту злополучную ночь. И вот спустя две недели дом дал новые трещины. Люди стараются вывести свои вещи из аварийных квартир. Спасайте свои вещи, пока не поздно. Жильцы дома на Ясной 10 оперативно выносят свои вещи из уцелевших квартир, пока не случилось новое обрушение. И делают они это причем за свой счет. На уцелевшей части фасада уже заметили новые трещины. Коммунальщики натянули тент и заканчивают монтаж металлического ограждения, чтобы не пострадали прохожие. Легкий полиэтиленовый тент теперь скрывает новую угрозу. Но со стороны видно, как по несущей стене поползла огромная трещина. Люди в панике собирают вещи под присмотром спасателей. Без них квартиры не пускают, а на сборы дают не так уж и много времени. Жильцы говорят, все делают за свой счет. И о материальной поддержке даже речи не идет. Как в издевательство пригнали две грузовые, два самосвала. Понимаете, да? Это перевозить мебель, аппаратуру, технику, телевизор оставшийся, посуду. Пригнали два самосвала, чтобы вот так вот поднять кузов и все сгрузить одновременно. Вот эту перевозку, которую я заказал, и поплачивать будем мы. Я хотел бы, чтобы нам компенсировали хотя бы эту, потому что стоимость одного часа грузчика стоит 150 гривен. Стоимость машины 200 гривен. С октября месяца пошли трещины на этом доме. Я не буду говорить там, вы видите сами, они трещины по несущей стене идут. Пошли трещины с северной стороны этого дома. Но перевозить уцелевшие вещи пока некуда. Пострадавшие живут либо у друзей, либо на съемной квартире. Все ждут результаты экспертизы и главный ответ на вопрос, что делать дальше. Пока на сегодняшний момент у нас нет никакой ясности. Все говорят, давайте дождемся экспертизы. Экспертизу мы дождемся. Определят из-за чего и кто виноват. А экспертизу же не определит, что делать дальше. Какой алгоритм действий власти или ЖСК или мэрии по отношению к тем жителям, которые пострадали. Экспертизы не скажут. Будут сносить или реконструировать дом на ясный – вопрос открытый. Всего повреждено 4 квартиры и без жилья остались 24 человека. Некоторым город предложил дождаться лучших времен в общежитиях и на базах отдыха. Но все мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Репортер.